За окном противная пасмурная погода, а я вот делаю обзор на крутую пару под названием Soconi GSD90S. Модель была куплена в официальном магазине Soconi в Китае. И знаете что интересно? Вот они сделали как нужно. С одной стороны европейская бирка, а с другой стороны можете что хотите, клеить вот эти всякие непонятные буковки, циферки и так далее. Пожалуйста, а кстати вот официальный ценник 699 юаней, я их купил по моему дешевле всяко, а давайте посмотрим, почем они сейчас. GSD, а ну-ка вот так найдет сразу мне, фотки мне не нужны. А вот они все, вот наша пара, ух ты, ух ты, взлетела в цене что ли? Или сезон пошел? Так, у меня американская девятка же, да, там, 589. Угу, ну мне показалось расцветка такая бодренькая, потому что здесь есть еще вот такая тоже интересная расцветка, да? Но здесь вот есть вероятность, что вот этот синий поплывет на белый и будет очень печально. Ну тут пляшут, а, 559. А, ну какие-то, как обычно умники, это здесь либо бэушная, либо с какими-то дефектами 349, а так 559 тоже, нихрена. А ну-ка черные, а вот черные, 349, ну черные, ну для любителей черного, да? Но все равно цена хороша. Да, тут уже все, вот я видел, так, сколько расцветок? Три расцветки, короче, это типа самая дорогая. Ну ладно, пусть так будет, вскрываемся, все, смотрим. Почему решил показать? Это все очень просто, модель интересная, на европейском, американском рынке она не представлена. Какое-то опять переиздание и нам, как ценителям, это очень важно. Так, мне чем-то они напомнили New Balance 990 V3, V4, ну чем-то, потому что там типа тоже натуральные материалы и также текстиль. Ну здесь сетка текстиль такой, он вентилируется, сразу же хочу сказать, это немаловажно, потому что очень мало моделей, которые вот именно с натуральными материалами и при этом на лето. Обычно это демисезон, но здесь на лето, да, пойдет 15, 20, 25 градусов, я думаю, нормально. Сейчас вот эту красоту видите с паропроницаемостью, я думаю, там все будет, ну, довольно-таки неплохо, не прям супер какие-то спортивные беговые кроссовки, но все же это у нас не для бега, а для ходьбы. Цвет универсальный, под много что подойдет. Сам спилок, здесь качество хорошее, спилка, мягенький спилок, толщина отличная, здесь, 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 также присутствует синтетика, нейлоновые вставки, шнурки в лучших традициях, мягенькие, вот как они всегда вставляют. Вот язычок тоненький, сразу же давайте бирку посмотрим. Вот у нас бирка, делается в Китае, вот артикульный номер, все-все-все здесь, в 21 году в конце делалось модель. Так, а вот это, 14.04.22, в итоге вот в этом сделалось, да, в 22, это, наверное, начало производства, да, я, насколько я понимаю. Здесь, смотрите, как прошили вот нитки, так-так-так, сбился. А, светоотражатели, ну, как обычно, здесь сбоку, сзади, спереди, вот я не знаю, то ли это светоотражатель, то ли это краска, по-моему, это только краска, но по бокам точно, где лого и где пятка лого, там будет точно у нас светоотражатели. Мягкий, вот по этому периметру текстиль, такой тоже опять с ворсинками, мягкий, нормальный, пятка неплохая, я вам скажу, да, неплохо. Пена, ну, наверное, присущая вот моделям 90-х, начала 2000-х, она средней жесткости, средней, не твердая, не дико какая-то, и далеко не мягкая. Чуть-чуть внахлез резина, это как поддержка здесь идет. Вот, резина, вот, протектор такой спокойный, асфальтный, хороший, для ходьбы прям, ну, большего не надо, ничего сюда не забивается. Вот это самое главное, минимальные тут прослойки пены, толщина хорошая, здесь идет внахлез. Ну, все как, в принципе, как это, не, на самом деле кроссовки очень хорошие, поэтому я беру то, что я считаю достойно вашего внимания. Вот, если вы их возьмете, будет долгоиграюще держаться, во-первых, здесь прошито все, плюс проклеено, натуральные материалы, подусилено, сетка непроблемная, мизинец усилен. Не, ребят, долго будете носить, если вот такую пару взять, ну, тем более, со всеми даже, если вы, ну, берете ее до 7, до 7,5 тысяч, а, кстати, на Авито вообще я их видел, что-то 12, 13, 14, да вы что, приказываются? Ну, это, я говорю, вот эти бизнесмены, все. Стелька стоковая, эво, ну, это, как бы, позор вообще. Да, она мягенькая какая-то, не прям обычная, вот как эво, прям, прям, прям вообще, но все равно прямая, можно было для таких кроссовок сделать что-то более интересное. Здесь, как бы, сетка сделана нестандартно, ну, и так, в принципе, неплохо. Ля-ля-ля, тра-ля-ля, и забыл вес померить. А вес у нас 300, 300 грамм. Окей, хороший вес, жесткость промежуточной подошвы, давайте замерим, 50, 49, 49, 50, вот такая граница между твердыми кирпичиками New Balance и каким-то Adidas'ом здесь в Соконе. Ну, долгоиграющая подошва будет, но для комфорта вставьте стельку Orpho Lite. 27,4, US9, в принципе, стандарт. Твердость пятки. Ух! Не, офигенно. Пятка хорошая, твердая, стакан хорошо сделан. Смотрим сгиб. Ну, гнется, в принципе, неплохо довольно-таки. Ну, не прям супер, конечно, давайте посмотрим тоже. 53, неплохо, нормально для обуви, которая предназначена, в первую очередь, для ходьбы. Носочная часть не занижена, не заужена. Ну, в принципе, я говорю, добротная, добротная очень модель. Если больше пяти, значит, будет отлично. 6,6. Вот они, наши кроссовки. На ногах, по-моему, очень неплохо смотрятся. Мне нравится то, что можно сочетать с многими штанами эти кроссовки. Мне нравится то, что здесь по размеру все стандартно. Американская девятка, большой палец. Вот здесь вот есть запас. Это хорошо, потому что если бы 8,5, я взял, возможно, бы... Не, ну нафиг, оставлять все подряд. Да, кроссовки хорошие. Да, кроссовки лето. Больше, чем демисезон. Это меня радует. Перешнуровать, конечно же, нужно было. Запас есть. Здесь нигде не сжимает, не давит. Стелька сразу же на выброс. Вот эта обычная прямая, чуть с боковой поддержкой ставится. Даже можно потолще. Ибо здесь вот не занижено. И все будет супер. В темное время суток вас заметят. Это тоже есть такое дело. Шнурки сейчас мы проверим. Амортизация. Ну, такие они твердоватые. Я говорю, стелькой нужно сыграть по пене. Вот 90-е конкретно. Ощущаю полностью, куда наступаю. Нет никакой ватности, облачности. Такого здесь нет. Долгоиграющая модель будет всяко. Ну, 100% рекомендую к покупке. Печаль то, что только в Азии, насколько я понял, их делают для азиатского рынка. На ebay не нашел. Все, что на ebay, это там Южная Корея, Тайвань, ну и так далее, короче. Вы поняли, Азия. А так, 100% рекомендую. На этом все, ребят. Всем спасибо за внимание. Вступайте в наши ряды в Телеграме. Там вы увидите, что есть много эксклюзива. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok